всем привет здравствуйте так здравствуйте девчата немножечко непонятно мы с вами слышим друг друга видим так ну вот сердечко полетело значит мы друг друга видим всем здравствуйте звук и видео хорошие так надеюсь нам кто-нибудь час напишет так ну всем здравствуйте я тут вот приготовила вам несколько дизайнов опять же тему объявляли немножечко заранее транслировали в прямую значит в анонсах что у нас с вами сегодня будет свадебная фантазия буквально вот два дня назад екатерина николаевна провела значит дизайны на и на тему свадебной фантазии вот ну и в продолжение темы я тоже подключусь к этому к тому же разговору и предложу вам такие вообще простые простые варианты потому что в принципе я всегда стараюсь делать очень простые варианты для того чтобы мог повторить любой даже не рисующий мастер так ну что у нас сегодня четверг я надеюсь кто-нибудь здравствуйте все отлично наталья спасибо вам большое все отлично раз начну слышно видно замечательно здравствуйте здравствуйте итак с вами на связи сегодня город ростов-на-дону инструктор школы екатерина мирошниченко меня зовут наталья каклюгина и в четверг два часа мы с вами делаем незамысловатые дизайны и сегодня наша тема свадебные фантазии ногти для принцессы поэтому тут вот беленькое все такое светленькая немножечко серебра немножечко золото и какие-то такие декорации с фольгой и мы с вами сейчас парочку вариантов дизайнов конечно же сделаем а может даже успеем за этот час делать и не два три варианта значит ну что хочется сказать конечно же в свадебных дизайнах сейчас начинается пара лета до осталось совсем чуть-чуть буквально сколько один день и начинается замечательное лето значит у нас просто вино-дано уже давно тепло и кажется что уже давно летом на самом деле календарное начнется только послезавтра до всех конечно же с наступающим днем защиты детей всех девчонок которые закончили 11 класс и 9 класс спокойненько и без нервов сдать экзамены которые еще впереди какие-то уже сданы короче а вообще знаете такая пара классная до выпускных как нам тут сейчас мы отклоняем отклоним минуточку девчат не могу понять почему я включила секундочку звонят я сейчас не могу почему-то не получается отключиться сейчас мы с вами чтобы нас не беспокоили так надеюсь не помешает и так значит все видно слышно сейчас аккуратненько все вот так вот я очень прошу прощения то связь плохо то значит звонки значит итак мы с вами возвращаемся к тему прекрасного времени года выпускные экзамены выпускные из садиков да и начинается лето красота цветы значит и как раз таки свадебные дизайны да то есть летом очень много свадик и как раз таки очень классно делать свадебные дизайны значит и из каких-то материалов до которые мы сейчас вам покажем и хочу конечно прежде всего напомнить о гель-лаках которые у нас входят в свадебную коллекцию помните такую я думаю те кто давно работает с материалами эми они все прекрасно помнят а вот о существовании значит гель-лаков которые вот с номера 147 по номер 156 это такие нежные нежные оттенки это как раз таки свадебный набор гель-лаков был выпущен довольно таки дали давно и в принципе они все заслуживают какого-то внимания и всех их можно использовать скорее всего мастеров они есть наличие если нет можно найти что-то подобное вот и например вот я буквально сейчас в магазине посмотрела у нас на первом этаже вот здесь в ростове-на-дону как бы даже вот и есть наличие вот например 148 например цвет очень красивый такой он такой знаете как бы белее чем молочный да но не такой белый как альпийский снег скажем так как белый гель-лак например белый лотос вот и вот как бы например вот он видите 148 например да такой белее чем молочный или 353 вот такой вот очень красивый оттенок тоже есть и можно купить и через интернет видите такой вот ближе к телесному цвету но очень-очень светлый вот значит можно в принципе использовать любые цвета которые вот как бы относятся коллекции свадебных до гель-лаков но еще как бы вот самый такой вот самый мой любимый я в своих даже вот неоднократно в своих прямых эфирах даже если речь не идет про какие-то свадебные дизайны очень сильно мне нравится 151 цвет это такой камуфлирующий гель-лак он с мелким мерцанием золотистым мелким мелким таким вкраплением золотистого мерцания и этот цвет 151 обручальное кольцо этот свет девчат можно использовать даже в тех случаях например когда вот вы допустим камуфлирующим гелем моделируете ноготочек и например там клиент пришел как бы ну не важно то есть от какого-то другого мастера и например цвет камуфляжа отличается от вашего и если получается при запиле какие-то мраморные пятнышки такие знаете как вот неоднородная поверхность ногтевой пластины очень классно использовать как раз таки например 151 гель-лак который просто вам выровняет поверхность на вашего ногтевого ложа и цвет выровняется и будет очень красиво смотреться и я в принципе дизайны делала как раз таки основываясь на 151 гель-лаке обручальное кольцо видите вот этот бежевый цвет который использовала для ложа это как раз таки он и есть очень нежный очень красивый и может быть камера не передает у него есть красивое золотистое мерцание вот значит ну какой часто еще используют гель-лак да я вот показала например 148 может у кого-то есть в наличии вот 353 очень красивый бежевый да разного оттенка значит цвета можно какой-нибудь пастельный розовый взять цвет за основу а вот значит очень конечно же для свадебных дизайнов очень хорошо использовать допустим гелевые краски и я думаю что тоже у нас есть немало мастеров которые пользуются например гелевой краской альпийский снег у нас магазине продается либо баночка пятиграммовая либо тюбик вот десятиграммовый вот ребрендинг прошел ведь такой красивый черный стильный тюбик от компании эми альпийский снег что такое альпийский снег это гелевые краски сейчас мастера многие учатся просто покрывают ногти гель-лаком и многие даже не знают о существовании например гелевых красок хотя на самом деле материал заслуживающее внимание которые заслуживающее внимание альпийским снегом мы конечно же рисуем белый френч если это допустим гель-лаковая основа можно например белый гель-лак смешать с гелевой краской и цвет станет намного плотнее и материал не будет таким густым если это ногти от гелевые или акригелевые вот значит можно использовать и допустим для дизайна выкладывая дизайн верхних формах то есть очень плотный с липким слоем здравствуйте а вот значит альпийский снег гель всех времен и народов он был есть и будет надеюсь всегда потому что ну такой незаменимый помощник те кто любят классику допустим белый френч это вообще просто супер-пупер а если например гелевую краску подмешать какие-то пигменты неоновые из гелевой краски шикарные получаются разноцветные гелевые краски которыми можно ногти покрывать да которыми можно рисовать френч и так далее значит ну гель-лаки понятно есть белый лотос например да 0,01 есть альпийский снег то есть это в принципе все материалы для покрытия просто гель-лак это более жидкий материал гелевые краски это более плотный материал можно использовать одно и другое вот значит то хочу сказать гель-лаком ногти покрывают можно ли рисовать гель-лаком да конечно можно рисовать гель-лаком просто это не очень удобно потому что гель-лаки они же более жидкий материал правильно гелевыми красками можно ногти покрывать гелевыми красками можно рисовать и это гораздо удобнее нежели гель-лаком потому что они конечно же намного гуще да то есть они более густые и удобно даже рисовать какие-то тонкие линии так далее поэтому вот для свадебных дизайнов конечно же для светленьких дизайнов кто любитель беленького Конечно же, либо белый гель-лак, либо белая гелевая краска, конечно же, как бы подойдут в работу. Так, ну что еще можно взять? Это, конечно же, серебряный лак для стемпинга. Вот у нас, например, золотого лака для стемпинга, я на прошлом прямом эфире говорила, нет. То есть мы можем его заменить фольгой, потому что у нас есть гель, клей, гель, на который шикарно отпечатывается фольга. Это Multiple Dism Gel, по-разному зовут. Вот я сама лично называла его и Multiple Gель, или Multiple Gель, да, то есть как бы это гель, на который шикарно отпечатывается фольга. Он довольно-таки густой консистенции, и можно именно для стемпинга использовать, и классно отпечатывать фольгу, и даже на самые мелкие такие рисунки, очень мелкие, например, на пластине для стемпинга взять, и отпечатывается фольга. И, кстати, вот здесь вот на наших образцах, которые я сегодня вот сделала, как раз-таки вот эта сеточка, сеточка золотая, это как раз-таки я взяла с помощью Multiple Gela, отпечатала рисунок, и потом уже отпечатала на него фольгу. И получается не темный, да, все-таки прозрачный и очень красиво смотрится. Так, Multiple Gель, значит, будем использовать для отпечатывания фольги. Фольгу возьмем обыкновенную золотую, да, с металлическим таким поворотом. Вот она шикарно отпечатывается, вот, и, значит, можно серебряную, да, фольгу взять. Ну, вот у меня есть, я сегодня возьму в работу все-таки лак для стемпинга серебряного цвета и Multiple Gель. Так, что еще возьмем в работу? Пластины, конечно же, пластины. Значит, пластины для стемпинга. И чтобы четко сказать, какие я буду брать, сейчас я возьму, открою каталог. И вам скажу прямо по номерам и как они называются. Может быть, у вас есть у кого-то в работе, может быть, кого-то это заинтересует и девчонки себе купят. Значит, да, 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 в каталоге. И я очень прошу прощения, в перчатках листаю, не листается. Итак, первая пластину, которую я взяла в работу, это, конечно же, цветочный сад номер 12. Номер 12, цветочный сад. Здесь такие, вот видите, красивые фоны, да, на цветочную тему, и листочки, и скелет. Кстати, Екатерина Николаевна в своем прямом эфире показывала дизайн как раз-таки со скелетом листика. Очень прикольно, на прозрачной типсе отпечатывала белым лаком для стемпинга. И получался такой кончик вот именно со скелетом листика. Очень красивый тоже вариант. Вот, а вообще цветочная тема, конечно, как бы не чужда нам, всем. Вот, и есть куча клиентов, которые любители. Но уж на свадебный дизайн, я так сам Бог велел. Так, и вот эту вот пластину мы возьмем с вами в работу. Это получается у нас пластинка. Сейчас я вам покажу. Опять же, Господи, потерялась, а? Ага, вот она. Значит, это получается номер 9. Цветы и узоры. Цветы и узоры. Значит, пластина, в которой вот тут и сеточки, и цветок. Сеточка с орнаментом, и рисунки, и так далее. Веточки, вензелечки даже есть. То есть, пластина номер 9. Цветы и узоры. Вот такой вот вариант пластины. Так, по-прежнему, вероятно, меня слышно. Вначале у нас был небольшой сбой с телефонным звонком. Но сейчас вроде все нормально, да? Итак, вот, например, такие две пластины. Какие еще можно подобрать варианты вспомогательные? Мне, например, очень-очень-очень заходит... Сейчас я вам покажу. Можно сюда же пристроить. Мы уже делали тоже прямой эфир с интересными... Сейчас я вам покажу. Ага. Вот такими штучками. Шармикончики. Видите, такие серебряные и золотые штучки-дрючки. Очень прикольно даже рядом с цветочками где-то приклеить и так далее. Это у нас 248-й, по-моему. 248-й вариант шармикончиков с такими вот линиями такими волнистыми. Очень прикольная тема с полосочками. Как всегда, линии золотые. Есть белые, серебряные, черные и золотые. Ну вот золото к золоту. Все драгоценное. И еще я вспомнила про один прикольный шармикон с цветочками. Цветочками. Если мы говорим про свадебную какую-то фантазию, цветочки для принцесс, ой, простите, дизайн для принцесс, то как раз-таки цветочная гармония это 200... Ага, вот теперь надо четко по номерам. Сейчас, секундочку. Просто плохо пропечатать. 246-й это цветущая гармония, а 248-й это как раз-таки вот эти штучки-дрючки, которые левит... Левитация, что ли. Вот так вот. То есть, получается вот такие вот красивые цветочки и вот такие штучки интересные такие формы, размера разного и так далее. Так, ну что, потихонечку начнем. Значит, конечно же, нам потребуется еще бафик, потому что будем бафить поверхность. Ну и парочку типсиков, а то и штучки три. Так, все это дело мы прикрепляем. Сейчас мы, девчата, прицепимся. Секундочку. Эх, как в перчатках неудобно. Так, добрый вечер. Так, если вдруг какие-то вопросы есть, может быть, какие-то сомнения кого-то мучают в том или ином материале и так далее, вы как раз-таки можете не стесняться, можно запросто задавать вопросы. Я, пока камера перед носом, я могу прочитать и ответить, если смогу. Ну, надеюсь, что я могу отвечать, чтобы заполнить, понимаете, эфир, чтобы не была тишина, потому что я очень сильно и переживаю, чтобы было видно, понятно. И аккуратненько перекрываю, девчат, поверхность как раз-таки цветом обручальное кольцо с легким золотистым мерцанием. Это гель-лак номер 151 из коллекции свадебной. Ой, гель-лак вообще такой, знаете, он вообще по первости даже сначала весь был распродан, потом его перезаказали партию, потому что очень хорошие продажи были. И даже формат у него есть 15 миллилитров, 9 миллилитров и 15 миллилитров. То есть такой, знаете, камуфляж нежный-нежный, очень красиво смотрится. Так, и мы полностью перекрываем ноготочек. Сейчас мы подготовим хотя бы две, наверное, сразу два вариантика. Так. И дальше по порядку. Так, и давайте здесь. Типсик прикрепили. Мне нравится вот так вот, да, крепить типсы на Патафикс, очень прикольно держится. Так, и еще разочек перекроем. Тонким-тонким слоем, очень красиво выравниваем цвет. Каким бы камуфляжем вы ни сделали, очень красивый, плотный, красивый бежевый оттенок с легким золотистым мерцанием. Это же были клиенты, которые просто перекрывали 151 цветом гель-лака, и на этом все, как бы больше ничего не делали. Так, просушиваем. Я хочу взять в работу сейчас даже не гель-лак, а вот именно гелевую краску. Она ляжет очень плотно. Гелевую краску, напомню, альпийский снег. Бывает в баночках, бывает в тюбиках. Возьму прям гелевую красочку для работы, потому что ложится плотнее. Вот я себе на палитрочку, видите, выдавила. Видите, она густая получается. Так, кисточку возьму. Скошенный квадрат 6. Можно четверочку взять. Я просто не хочу полностью покрывать ноготь белым, да, то есть как бы я хочу только какую-то часть ноготочка перекрыть. Поэтому это может быть френч. Вот смотрите, я делала с френчем, да. Это может быть френч, это может быть просто часть ноготочка отделена. Это может быть отделена верхняя часть ноготочка или средняя часть ноготочка. Видите, чтобы не полностью, да. Давайте просто сделаем буквально на свободном краешке. Отделим. Скошенный квадрат, он может просто сразу вам выставить ровную линию. Еще раз повторюсь, это может быть френч, а может быть и просто чистый, ровный белый кончик. Так, мне из-под телефона не очень хорошо, а оно в принципе нормально. Итак, смотрите, я не буду делать это в два слоя, сделаю в один слой, потому что гелевая краска, в отличие от гель-лака, конечно же, ложится тонким слоем, и цвет при этом плотный. Просушиваем. А здесь давайте сделаем, например, белый цвет наполовину. И опять же, скошенным квадратом, потому что, значит, можно сразу просто ровную линию выставить и цвет положить в один слой. Можно было бы, конечно, сейчас, допустим, камуфлирующим, допустим, вот этим гель-лаком, 151 номером, да, допустим, только покрыть половинку ноготочка, а вторую половинку перекрыть, например, белым, да, цветом, как мы сейчас с вами делаем. Ну, я просто перекрыла полностью камуфлирующим, и теперь тоненьким слоем наношу белый. И в данном случае это у меня альпийский снег. Альпийский снег, гелевая краска. Вот, значит, часто говорят, что гелевая краска скалывается с поверхности базы гель-лака, да, значит, чтобы, например, такого не происходило, можно немножко, допустим, ну, что, если хочется тонко положить и при этом цвет сохранить плотным, можно немножечко в альпийский снег, в гелевую краску подмешать, немножко белый гель-лак. И, как бы, тогда на базе от гель-лака никаких проблем у вас не случится. Ну, а уж на запиленной поверхности искусственного ноготочка, допустим, акригелевого ноготочка или гелевого системы, да, на запиленную поверхность, как бы гелевая краска в чистом виде, без всяких проблем, на твердой поверхности будет стоять очень шикарно. Итак, мы с вами просушили. Теперь, значит, мы будем с вами дальше в этом случае работать с помощью мультипл-геля. На мультипл-гель мы будем отпечатывать фольгу золотого цвета, например. Значит, прежде чем, значит, нужно, прежде чем мы будем отпечатывать рисунок, значит, нам нужно вспомнить о том... Здравствуйте, Танюша. Подняла как раз голову и вы вот здесь рядышком. Значит, и здравствуйте, Оксана. Так, значит, мультипл-гель. Значит, смотрите, у нас получается гель-лак камуфлирующего цвета, 151-й номер, обручальное кольцо, да, с золотистым мерцанием, на кончике альпийский снег и гель-лак, и гелевая краска. Они, конечно же, содержат липкость. Вот. И мне нужно, чтобы фольга отпечаталась только на рисунок. Конечно же, перекрываем топом. В нашем случае мы будем пользоваться топом Т-класс. Хотя, в принципе, можно взять любой глянцевый топ, потому что в результате, после того, как он просохнет, мы все равно его будем бафиком забафить. Ну, забафим бафиком, потому что мне надо знать, чтобы поверхность была идеальна, без, скажем так, никакой даже там намека на липкость не было, потому что хочу, чтобы фольга отпечаталась чисто только на рисунок. Так, покрываем. Покрываем. Значит, я взяла Т-класс, я уже сказала. И одним тоненьким слоем, очень тоненьким. Все промежуточные этапы всегда стараемся наносить очень тонко и равномерно, тонко распределяем по поверхности. Тонко, тонко, тонко. Просушиваем. Лучше будет просушить, если вы просушите минутку, а лучше даже две. Так. Сохнет. А теперь нам потребуется бафик, да? Обязательно забафить нужно будет поверхность. Можно взять прям старенький какой-нибудь бафик, вот как у меня, да, такой видавшие виды. 100 на 180, он уже не такой, скажем так, не с такой абразивностью, как был изначально новый. Вот уже довольно-таки потрепанный. Поэтому, значит, нам нужно забафить сейчас будет поверхность. секундочку, да, чтобы она просохла, да? Вроде бы, знаете, когда 30 секунд ждешь, кажется, что это так быстро. На самом деле, когда ждешь и нервничаешь, это получается очень долго. Итак, мы с вами сушим. Так, прошла типа минутка. И обязательно нужно будет забафить поверхность. То есть, грубо говоря, убрать глянец. Вот теперь поверхность будет идеальна для того, чтобы отпечатывать фольгу только на рисунок. Я сейчас, чтобы на экране не махать бафиком немножечко, уйду в сторону, на секунду положу типсики, которые мы сегодня с вами делаем. У нас продолжается тема свадебной фантазии. Ногти для принцессы. Все, забафила. И обязательно, конечно же, возьмем безворсовую салфеточку и с помощью обезжиривателя уберем пыль, которую мы с вами напилили. Так, убираем пыль. И я тут параллельно читаю, Наталья, какой у вас сейчас маникюр? Спрятали в перчатку и не видно. Я выступала в качестве модели. Все больше и больше мы делаем акцент на верхних формах. И я спрятала, потому что у меня не доделано, как бы еще мизинчик не сделан. То есть, как бы тренируемся. Тренируемся, поэтому я опять люблю черный... Видите, порвала перчатку специально, чтобы на экране показать. Я сейчас оторву этот пальчик. О, оторвала. Получается вот так. Верхние формы, короче, моделирование. И сразу в форму закладывали черный гель, немножко блесточек. Кстати, немножко блесточек. Это наш топ с таким серебристым мерцанием. Чуть-чуть мазнули, прям внутри типсы. И, короче, верхние формы замоделировали, короче. Везде есть, но мизинцы нет. Поэтому спрятала же, чтобы... Ну, потому что не хочется же позориться. Так. Итак, значит, получается, мы с вами забафили и обезжирили поверхность. Так, теперь мы берем с вами пластину для стемпинга. Давайте мы возьмем с вами как раз таки цветы и узоры. И тут вот есть сеточки, да, прикольные. Смотрите, вот это вот мне очень нравится. Аккуратная такая, ничего лишнего. И теперь мы с помощью кисточки овал возьмем мультипл гель. Нужно будет очень внимательно распределить по пластиночке. Лак для стемпинга, он же получается довольно-таки жидкий, да, правильно, и он легко распределяется. А гель такой довольно-таки густой консистенции, конечно, надо немножечко, значит, увеличить, скажу так, потрудиться немножко. Обязательно, девчат, закрываем. Обязательно закрываем и под светом лампы не оставляем любой, потому что гель с очень хорошей такой адгезией, очень сильно дисперсия такая у него липкая, да, и он такой довольно-таки очень быстрый, значит, в застывании, да, то есть полимеризации. Поэтому как бы закрываем, чтобы не заполимеризовалась вся банка с гелем. Так, все лишнее убираем с помощью, ну, кто чем убирает, да, просто пластиковой карточки. Аккуратно убираем лишнее, очень внимательно, чтобы у нас ничего лишнего не отпечаталось. Набираем на штампик. Так, сейчас, секундочку, штампик. Так, самый неподходящий момент вылетел из основы. Так, все, есть. Так, штампик взяла для работы, все поправила. Сейчас я даже роликом пройдусь на всякий случай, чтобы чисто-чисто было, потому что работа будет такая, довольно-таки как ювелирная. Аккуратненько нажали, медленно подняли. Так, смотрю сеточку. Ну, в принципе, видно, так вот это мне не надо будет. В принципе, все чисто. Видно, вот одна сетка набралась. Так, и мы пристраиваем ее. Отпечатали. И теперь, конечно же, просушиваем. По поводу времени просушки из прямого эфира в прямой эфир, мы говорим о том, что отпечатывается хорошо фольга на мультипл гель, даже через 10 секунд, даже через 5 секунд отпечатывается. Вот такая дисперсия. Ну, я сушу там, я не знаю, я поначалу сушила минуту, бывало сушила и 30 секунд, бывало и 10, если торопилась. Но пока за разговорами можно и чуть-чуть, значит, подольше. Да, Наташ, вы черному цвету, вот тут нет, вы черному цвету неизменны. Да, он меня стройнит. Длина немножко бешеная, довольно-таки длинноватая для меня, да, но черный цвет красиво смотрится. Так, все, просушили. Берем фольгу. Вы должны видеть цвет. И отпечатываем. Нажали, подержали, оторвали. Видите, сеточка пропечатывается. Передвинули фольгу на чистое место, допечатали там, где не допечаталось. Работа получается очень тонкая, красиво смотрится по-взрослому. Видно? Мультипл гель, это даже позиционировалось в рекламе, что это гель, клей-гель для фольги. И за счет вот ее плотной консистенции этого геля очень хорошо использовать для стемпинга, да, то есть для техники стемпинга очень хорошо. Рисовать тяжеловато ей будет, потому что густая очень, то есть как бы объем получается лишний. Но мы уже как бы тоже делали дизайн, на ютюбе можно полистать, посмотреть. Например, я на матовую поверхность наготовую рисовала, какие-то линии фольгу отпечатывала, и только эти линии перекрывала глянцевым топом, и получалось прикольно смотрится. То есть, ну, объемчик задает все-таки этот гель. А вот для стемпинга он тонко-тонко отпечатывается, прикольно получается, то есть вообще такая тончайшая работа. Так, ну, теперь, конечно же, надо немножечко, да, доработать. Как раз-таки вход, вот, допустим, золотые линии, да, шермикончики пойдут. Если кому-то интересно, золотые линии, сейчас я вот так положу, есть еще черные, белые и серебряные. Можно было бы и серебряную сейчас прикрепить. И я вам сейчас покажу, вот, например, в каталоге, вот, видите, вот линии золота, 117-й шермикончик, линии серебро, 118-й, так, а есть еще белое-черное. Ну вот, не знаю, я как-то, прям сильно мне заходит черный цвет и золотой цвет, прикольно. 162-й, видите, черные линии, и линии белые, 163-й. То есть, получается, шермикончики в виде линий. Так, и теперь какую-нибудь возьмем тоненькую-тоненькую. Не знаю, потом, что там останется видно от нее, но я думаю, что просто все равно, как бы, хочется вот доделать. Видите, разграничить. Так, сейчас, сейчас, сейчас приклеим, там сейчас прочитаю вопрос. Так, убираем все лишнее. Сейчас я возьму ножнички, дотянулась. Так, все, видите, аккуратно, да? Старайтесь смотреть, чтобы шермиконы никогда, ни при каких обстоятельствах не выглядывали нигде, ни сбоку ноготочка, ни тем более снизу. Обязательно убираем все лишнее. Так, разбазаривать добро не будем. Мы сейчас вернем это на пластиковый носитель, и можем потом еще куда-то использовать полосочку. Так, все есть. Так, ну и теперь сюда. Можно нарисовать что-то от руки. Можно что-то, допустим, добавить. И как раз-таки я считаю, что вот прям вот доктор прописал, да? Вот такие какие-нибудь штучки-дрючки можно запросто добавить. Давайте возьмем. Так, цветочную фантазию вот такую классную. Здесь как раз-таки и белый цвет, и золотой цвет, и для яркости. Черный цвет присутствует. Так, можно, например, какие-то маленькие добавить. Ну, с лилиями у меня типа есть там. Сейчас посмотрим. Ну, мне вот эти прям сильно нравятся. Сейчас давайте вот такого плана. Можно взять, конечно же, пинцет. Но у кого длинные ногти, можно... По границе. Видно? Собираем такую конструкцию. Можно чуть выше. Так. И давайте еще чуть выше поднимемся. Вы не против? Я думаю, что вы сказали, что вы не против. Так, посмотрим сейчас какой-нибудь цветочек. Это же у нас просто образец, а он все стерпит. Правильно же? Да, правильно. Давайте маленький какой-нибудь. Можно чуть выше. Причем на противоположную сторону. А ну-ка, если мы его перевернем... Мы говорим с вами сейчас о дизайнах, которые можно сделать только на один ноготь. Правильно? Ведь все остальные пальчики в это время могут быть просто с белым френчем. Либо просто белое покрытие. Без всяких проблем. Правильно же? Да, правильно, конечно. Слушайте, ну знаете, начинается... Держите меня семеро. Сейчас вот еще чуть-чуть прикреплю. Еще чуть-чуть какую-нибудь веточку. И вот приспичила же мне вот как раз-таки вот эту маленькую штучку. Я хочу просто сюда вот сейчас на белый добавить. Не попала со своими длинными ногтями куда хотела. Ну ничего, пусть будет так, чтобы уже ничего не отковыривать. Но ведь мы же можем все что угодно добавить, чтобы было дорого-богато. Это знаете, как положено в городе Ростове-на-Дону. Все лучше и сразу. Все лучше и сразу. Немножко у меня заминка произошла, потому что взяла маленький листочек, и он ко мне благополучно прилип. Так, и так. Так как у нас на связи все-таки Ростов-на-Дону, все лучше и сразу. Все, слава богу. Так, видите, получается у нас такая красивая золотая сетка. Она может быть любым орнаментом или рисунком, да, в сочетании с белым кончиком. Плюс вот такие шикарные шермиконы. Очень удачные, очень мне понравились. Вы знаете, как бывает, допустим, выпускаются какие-то, да, допустим, декорации. Ты делаешь с ними варианты дизайна, какие-то вот прям в душе заходят. Какие-то вообще как-то так. Ну, сделал и сделал. А есть, которые вот как бы... Я уже неоднократно как бы с ними делаю, с этими вариантами шермиконов. Так, ну что, перекрываем топом. Давайте использовать какой-нибудь любой топ. Ну, например, вот ультрашайн у меня тут есть под руками. Почему бы и нет? Хотя теклосом запросто можно перекрыть любой дизайн. Правильно же? Так, перекрываем все это дело топом. Это может быть любой топ. Ну, в матовом топе я сейчас не вижу никакого смысла, да, потому что что ж мы зря фольгой все это дело делали. Обязательно тоненько, аккуратненько перекрываем глянцевым топом и просушиваем, просушиваем и добавим этот вариант сюда к нам в коллекцию. Может быть, кто-то сделает скрин. Мы вот такие вот вариантики, да, с вами, видите, на основе 151-го гель-лака плюс альпийский снег. И можно сделать разные-разные варианты. Видите, белый цвет может размещаться в верхней части ноготочка, в нижней, в средней, внизу, френч, справа, слева, в виде, допустим, перевернутого френча, да, так называемый руфин, на такое покрытие. Вот это, кстати, я лилия отпечатала тоже фольгой, а потом сверху заполнила их белым тоже альпийским снегом. Вот, значит, ну сейчас давайте сделаем, допустим, вот такой тоже вариант. Очень красиво смотрится. И как раз-таки нам нужно в работу с вами добавить лак для стемпинга серебряного цвета. Это номер 112, ой, простите, 12, да, серебряный лак для стемпинга. И возьмем как раз-таки пластину с цветочной темой, да. Так, вот я с такими цветочками делала. Давайте вот с такими сделаем. Давайте, или вот с такими. Давайте вот с такими, чтобы узор прям был на весь ноготь. Итак, штампик очищаем, чтобы чистый был. Так, лак немножечко, конечно же, нужно встряхнуть. Так, и теперь фон у нас с вами готов. Помните, мы с вами сделали 151-й гель-лак, сделали в основу. Обручальное кольцо. Шикарный гель-лак, шикарный камуфляж с золотистым мерцанием. Альпийским снегом мы с вами, ой, перекрыли ноготочек. Так. И теперь мы с вами с помощью лака для стемпинга, так мы определились, что это будет вот такой вот орнамент цветочный. Поплотнее. Убираем все лишнее. Я обычно пластиковой картой это все делаю. Так, легкий накат. Так, я, наверное, сейчас еще разочек неудобно взяла. Я тоже не буду, просто еще раз заполню. Только надо подушку очистить почище. А то немножко неудобно получилось. Так, убираем. Легкий накат. Так, вот, теперь все хорошо. Отпечатываем. Стараемся отпечатать на весь ноготочек. Так, видите, у меня немножко не хватило. Поэтому нужно, конечно же, допечатать. Не вытирая пластину. Вот, аккуратненько. И допечатываем. Ведь рисунок же получается такой хаотичный, правильно? Вот и все заполнили. Так, вот сейчас, например, можно перекрыть, например, топом безостаточной липкости. Можно не перекрывать. И приклеить, например, полосочку. Ну, вы знаете, я хочу, например, приклеить шармикончик, опять же, тот же золотой. Да, например, разделить на две зоны ноготок. Вот, чтобы, знаете, идеально было. Идеально, чтобы, не дай бог, не поднялся ничего. Потому что я, например, не вытираю липкий слой, когда отпечатываю, например, лаком для стемпинга. Поэтому, как бы, в принципе, можно сейчас и приклеить сразу. Но я бы все-таки рекомендовала перекрыть топом без липкого слоя. Это, конечно же, в нашем случае, это топ-теклос. Топ-теклос. Тонкий-тонкий слой. Мало ли, вдруг что-то пойдет не так. Это как промежуточный этап получается. Видите, красиво серебро смотрится и на белой основе, и на камуфлирующем таком цвете. Просушиваем. А ведь все остальные пальчики могут быть просто белыми. Или просто даже в камуфляже получается, да. И можно отпечатать рисунок, а можно его не отпечатывать. Добавляем сюда в нашу коллекцию, для того, чтобы, может, кто-то как раз-таки пригодится, да, в работе с невестами. Так. Значит, теклос мы просушиваем. Опять же, линии золота добавляем посерединке. Очень простой вариант. Видите, мы его прямо сделали за 5 минут буквально. Ой, я стоечку все время задеваю. Так, приклеиваем по центру. Можно чуть тоньше, чуть толще, кому как больше нравится. Можно было взять белую полосочку. Можно было взять, кстати, и серебряную тоже хорошо бы подошла. Убираем лишнее. Вот этот вот момент обязательно на клиентах нужно сделать так, чтобы вот со стороны свободного краешка ничего не торчало, да. Обязательно убрать. Так. Ну и что сюда хорошо подойдет опять же? Какая-то цветочная тема. И мы можем с вами просто посерединочке буквально. Ага, сейчас, секунду, я еще вот здесь вот сверху уберу, а то... Сказала, чтобы нигде не торчало, а сверху торчит. А здесь вот смотрите. Вот что бы сюда ни примерил, колосочки. Золотой цветочек. Просто цветочек. Кстати, который можно раскрасить. Мы, наверное, сейчас так и сделаем. Вот такой пустой, красивый. Видно, цветочек можно пристроить сюда. Можно, допустим, какой-то такой, как тюльпанчик. Видите, с золотыми листочками. Тоже сюда подойдет. Вот какой бы вы сюда шармикон сейчас не пристраивали, любой, просто такой универсальный получается цвет, как бы сюда подходит любой. Вот такой букет. Вот такой букет. С белым цветочком, с черным цветочком. Любые абсолютно. Предлагаю все-таки, чтобы немножко усложнить себе жизнь, взять цветочек вот такой пустой и раскрасить его в белый цвет. Все-таки речь идет про свадебные варианты дизайна. Правильно? Сейчас. Слушайте, давайте какую-нибудь надпись прилепим. Ведь это же не обязательно что-то должно про любовь там быть. Это же может быть просто какая-то цветочная тема. Сейчас я какую-то тут тонкую-тонкую такую. Мне нравится, когда в дизайне участвуют какие-то такие вот словечки там. Так. И давайте шармикон в виде цветочка, который можно потом еще и раскрасить. Цветочная тема продолжится, да? Так, все, перекрываем все это дело топом. Значит, я хочу вот этот цветок. В принципе, его можно оставить и так. А можно раскрасить, например, с помощью белой эмпасты, да? То есть у нас же есть гелевая краска, которая называется белая эмпаста. И ее как раз-таки можно, ну, на готовую поверхность. Вот на ультрашайн я бы не рискнула, допустим, наносить эмпасту. А вот, например, по теклосу можно запросто рисовать, и она будет очень хорошо держаться. Так, закрываем. Вот этот шармикон с цветочной темой, ну, прям сильно заходит мне. Прям вот именно вот для таких вот тем, да? Свадьба. Ну, свадьба что? Цветы, вензеля и так далее. Кстати, я очень много вчера вечером готовилась к прямому эфиру, и очень много пролистала свадебных дизайнов всевозможных. Так смотрела, думала, может, что-то новое там, так как мы уже как мамонты в этой профессии. Вот, думала, что-то новое. Нет, девчат, смотрю опять, все равно. Вензеля, 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 веточки, полосочки, вензеля, цветочки, розочки. Все, вот как бы... Да тут я согласна, что тут очень тяжело даже что-то такое придумать, правильно же? Так, я сейчас потихонечку попробую. Так, вот тут... Ой-ой-ой, сейчас-сейчас-сейчас, секундочку. Пытаюсь пролистать. Так, Елена спрашивала, да, я подняла глаза. Так, а на этот гель можно стразы клеить? Хорошо будут держаться? Елена, если вы еще нас смотрите, то, вы знаете, как бы, чисто теоретически, да, можно было бы на готовую поверхность поставить каплю, пристроить туда стразу, просушить. Но этот гель, у него очень липкая дисперсия, да, то есть как бы очень шикарная дисперсия. И получается, вокруг стразы будет все липнуть. То есть ее нужно будет перекрывать топом безостаточной липкости, то есть вокруг стразины, понимаете? Я бы, например, не стала этого делать. Вот лучше не придумали еще никто. То я считаю, что самое лучшее прикрепление страз на поверхность, это взять какую-то базу, не жидкую, допустим, а среднюю. Вот у нас, допустим, медиум база. Капельку поставили, стразик притопили, просушили и, например, топом Т-класс или ультрашайном вокруг стразинки тонкой кисточкой обвели. Во-первых, это будет менее заметно, чем на гель ставить, на мультипл. Поэтому теоретически, в принципе, можно, но я считаю, что это не очень эстетично будет выглядеть. Хотя, в принципе, можно. То есть вы меня спрашиваете, можно ли? Я вам отвечаю, можно, но я бы не стала этого делать. Такая, знаете, как антиреклама, да, пошла вдруг ни с того ни с сего. Ну, потому что, как бы, всегда вот на базу я считаю, что лучше всего ставить. Ну, по крайней мере, это мое личное мнение. Я же, как бы, все же по-разному делают, правильно? Ну, я бы не стала, потому что объем все-таки есть довольно-таки большой. Ну, что, эмпаста, эмпаста, эмпаста белый рафинад тоже у многих мастеров есть в работе. Я сейчас возьму немножечко. Я взяла тоненькую кисточку и немножечко самой себе усложню жизнь в этом совершенно простом варианте дизайна. Так. И я приготовила с ха-ха-ха. Я тоже обычно не могу остановиться, пишет Наталья. Это, я так понимаю, к теме про дизайны, правильно же? Да, Наташа, я тоже такая же, короче. Так, ну, теперь возьмем, девчат, эмпасту. И уже по готовой поверхности, по готовой, так, надо убрать вот так, чтобы резкость, да, была. Девчонки, скажите, видно, не видно? А то что-то я потеряла немножко фокус. Так, заговорилась. И теперь вот буквально капельку эмпаста. Эмпаста имеет объем, хорошо высыхает в лампе, при этом хорошо держится как на глянцевой, так и на матовой поверхности. Ну, вот если, допустим, брать материалы Эмми, то на Ультрашайн я бы не стала этого делать. А вот на Т-класс как раз само то, да, то есть такой универсальный топ, который может быть и промежуточным этапом, и завершающим покрытием. И вот как раз таки, это же пористый материал, понимаете, то есть это гель-лак. Поэтому, в принципе, как бы эмпаста будет очень хорошо стоять на Т-классе. На матовой поверхности хорошо стоит, да, сцепление хорошее получается. Я немножечко не понимаю, слышно, по-прежнему ли мы находимся в эфире, потому что я все время... У меня, знаете, как вот прям паника по поводу того, что отключилось, а я все переживаю, ну как, а я рассказываю такая... А уже с той стороны экрана все уже надо мной смеются, потому что уже меня не слышно, не видно. Спасибо большое за поддержку. Так. Вот тут вот снизу. Спасибо, девчат, большое. То есть я ничего не придумываю. Вот эту картинку придумала, дай бог здоровья, Катерина Николаевна, а мы с вами ее просто берем и раскрашиваем. Очень много, конечно, изменилось. Очень много выходит материалов, которые прикрепил и забыл, прикрепил и забыл. И очень больно осознавать, что, знаете, как бы некоторым мастера, ну говорят, допустим, там, не модно, не кайф. Нет, никто не кайф не говорит. Все говорят, что я все могу сделать, только это не модно. И как бы съезжают с темы дизайнов. Вот. Но ведь есть же клиенты, которые любят все равно дизайн. Пусть это будет небольшой, пусть это будет несложный. И столько выходит материалов, чтобы делать такие простые, незамысловатые дизайны. Ну а мы, как всегда, поможем вам разобраться с материалом и какие-то придумать такие вот фишечки, которые можно как раз-таки, да, себе в работе, себе в работу перенять. Потому что я честно скажу, я, например, вот, мне девчонки говорят, ой, так прикольно, там, придумываешь что-то. На самом деле, для того, чтобы что-то так придумать, я, ну, очень много вот листаю там и на Яндексе, и вот Пинтерис, да, замечательная эта программа, где можно найти все. И я вот листаю, смотрю, смотрю и думаю, а где же те люди, которым не модно дизайн? Ведь там же бесконечное число. Сколько бы ты ни листал, целый день сидишь, листаешь, и фотографии вообще не повторяются дизайнов. Вот в Пинтерисе, если набрать, вот, любая тема. Я там вчера пробовала свадебный маникюр, или ногти для невесты, или ногти для принцессы. Ну, для принцессы, конечно, вывалилась эти принцессы голливудские, русалочки там и так далее. Вот, ну, в основном, уже говорю, это в основном все равно. Вензеля, вензеля, вензеля. Ой, розочки, сеточки, то есть, как бы, никто ничего другого. Ну, поэтому, как бы, вот, воспользовалась тем, что есть у нас. И вы же видите, что ничего я, в принципе, не рисовала от слова совсем. Сейчас у меня типсик просохнет. Так, ну, я надеюсь, как обычно, я пытаюсь немножечко тут пролиснуть, скажите, комментарии. Я вроде бы на все ответила или нет. Почему-то у меня не листается. Я сейчас телефон достану из подставочки. Так. И попробую. Так, спасибо, написала нам Елена, значит, нас услышала. Так, вот, замечательно. Листаю дальше. Скажите, пожалуйста, чем оттирать пластину от геля и кисточку? А, Александра, от геля какого? Вы имеете в виду от мультипл, да, геля? Вот от нее вытирать? Просто можно влажной салфеткой вытереть кисточку и все. Если, например, пластину, то я всегда вытираю жидкостью для снятия гель-лака. Самое лучшее, это очень быстро. Жидкость для снятия гель-лака шикарно вытирает не только лак для стемпинга, но и тот же гель, да. То есть обезжиривателем можно вытереть. С пластиной ничего не случится, то есть как бы все будет нормально. Ага, значит, когда высохло, когда высохло, все равно жидкостью для снятия гель-лака, он вам растворит все это дело. Он растворит и все это уберется, счистится. Я вот скажите мне, не знаю, может быть кто-то вот работает, я видела где-то в интернете, короче, и не могу вот теперь обратно попасть. И гель-лаком пытаются делать стемпинг. То есть берут гель-лак, наносят вот, например, на пластину, убирают лишнее, подсушивают немножко фонариком. И вот я упустила, что дальше? То есть я попыталась, но у меня ничего не получилось. Вероятно, совершенно бездарь или надо все-таки немножко поковыряться. Силиконовые пластины, понятно, а вот именно металлические пластины, то есть мне было совершенно, это именно была металлическая пластина, не силиконовая. И вот тоже гель-лаком убрали лишнее, чуть там фонариком подсушили и прикрепили. Ну, то есть, короче, как бы получается, что кто во что гораст. Ой, слушайте, такой прикольный вариант получился. Сейчас я секундочку. Оп. Вот сюда его. Оп. И вот так. Ну, и надеюсь, кто-то что-то для себя подчеркнет, придумает, еще дополнит. Давайте вот так сделаем. Видно хорошо, чтобы скрин сделать. Так, ну что, на этом наш прямой эфир подошел к своему логическому завершению. Слушайте, смотрю и кажется, прям дорого-богато, да, как в Ростове-на-Дону. Вот в Ростове-на-Дону положено все лучшее сразу. Нет, конечно, если положить просто пять типсиков френча и один типсик, да, с цветочком, как красиво будет смотреться, вообще супер. Так, ну что, всем удачи, всем хорошего впереди идущего уикенда, тем более, что начинается лето. Всем деткам нашим здоровья, 1 июня, День защиты детей. Вот, всем радости, тепла, лето в душу. И, конечно же, побольше денежных клиентов, чтобы все у вас было хорошо, девчонки. Работа приносила радость, работа приносила финансовое благополучие. Удачи всем, до встречи. Надеюсь, в следующий четверг. До свидания, девчат. Субтитры создавал DimaTorzok